Переходим к реализации. 28 января у нас была отгружена покупателю у Сластёна готовая продукция. Для этого мы с вами воспользуемся документом о реализации товаров и услуг. Находится на закладке продажи. Мы уже с вами сделали, когда мы сделали реализацию материалов. У Сластёни мы материалы излишки массовые реализовали. Сейчас мы будем уже делать реализацию именно продукции. Нажимаем «Добавить» и выбираем «Продажи комиссии». Контрагент у нас Сластёна, дата у нас 28 февраля. Сластёна по договору номер 3. Просто договор меняем, хотя тут пятый у нас выходит. И нам с вами нужно реализовать уже не с основного склада, а со склада готовой продукции. Нажимаем на зелёный плюс. Но здесь мы можем опять зайти в справочник, выбрать папку «Продукция» и из папки «Продукция» выбирать. Можно через подбор, как мы делали уже сделать. Можно просто впечатать. То есть у нас уже эти булочки есть. Поэтому можно просто вот так сделать, и программа уже сама их выберет из соответствующего справочника. У нас с вами 5500 – это булочки с повидлом. По цене 69,4. Причём цена здесь уже с НДС, поэтому мы должны вот сюда дойти и поменять, что у нас сумма включает НДС. И второй – это булочки с изюмом 3600 по 6018. Здесь я тоже добавляю. И нужно указать здесь нам группу номенклатурного субконта с повидлом и, соответственно, с изюмом. Счета доходов, счета учёта и расходов НДС у нас верные. 90 тысяч, поскольку это основная реализация. После этого мы можем провести наш документ. И посмотреть проводки. То есть здесь у нас вписывается себестоимость двумя первыми проводками. И посмотрите, у нас прошёл взаимозачёт. Поскольку, как вы помните, у нас была предоплата с Ластёни за предстоящую поставку булочек. Соответственно, вот у нас прошёл взаимозачёт, ну и это уже реализация. Сумма, на которую мы реализовали, и сумма НДС. И теперь мы можем распечатать торт 12 товарную накладную в двух экземплярах. То есть отдать один экземпляр нашему покупателю. И также мы можем выставить счёт фактуру. То есть делаем ввести счёт фактуру. Здесь у нас, видите, уже номер плачёжно-расчётного документа выходит. Всё верно, дата верно выходит. То есть документ основания верно выходит. Единственное, что нам нужно здесь сделать, это указать, что счёт фактура выставлен. Выставлен 28 января на бумажном носителе у нас. Ну и всё остальное здесь правильно. Естественно, вы всё проверяете. После этого можно провести... Здесь у нас никаких проводок не будет. Все проводки по документу. Здесь можно только сделать печатную форму. То есть распечатать наш счёт фактуру. Вот мы с вами сделали реализацию булочек. Булочек. 28 февраля мы опять отгрузили о сластёне булочки. То есть по тому же договору. Договору номер 3. Мы опять же можем воспользоваться операцией копирования. То есть зайти в продажи уже. Выбрать реализацию. И откопировать вот нашу реализацию от 28 января. Нажимаем «Добавить копирование». Здесь у нас цены совпадают, потому что мы продаём всё время по одной цене, как вы видите. Единственное, что у нас не совпадает, это количество. То есть 5200 и 3500. Тоже проверяем, чтобы у нас всё было заполнено, все субконта. После этого мы можем провести наш документ. Посмотреть проводки. Но здесь у нас уже нет оплаты, взаимозачёта, потому что не было предоплаты. То есть идёт списание себестоимости. И, соответственно, продажная стоимость и НДС. Здесь мы с вами формируем ТОРК-12. В двух экземплярах. Распечатываем её. Подписываем. Соответственно, отдаём один экземпляр нашему покупателю. И мы должны ввести счёт-фактуру. Вносим счёт-фактуру. Здесь у нас уже нет платёжно-расчётного документа, потому что у нас не было предоплаты. Единственное, что нам здесь нужно указать, что у нас счёт-фактура выставлена. И, соответственно, вот этим числом. Нажимаем «Провести». И тоже счёт-фактуру мы должны распечатать в двух экземплярах. Один экземпляр будет для нашего покупателя. И 29 марта у нас точно такая же операция, то есть реализация булочек ООС Ластёна. Давайте мы тоже скопируем данную операцию. Февраль вот давайте скопируем. Давайте скопированием. 29 марта булочки с повидлом у нас 5800, булочки с изюмом 3900. И тоже всё проверяем ещё раз, что лучше проверить несколько раз, чтобы всё было верно. И, соответственно, также проводим наш документ. Смотрим проводки, чтобы всё было правильно. Проверяем проводки наши. И, соответственно, мы опять же можем распечатать торг 12, который мы распечатываем в двух экземплярах. Один для нас, один для нашего покупателя. И вносим счёт-фактуру. То есть это счёт-фактуру, которую выписываем мы. Тоже проверяем. И указываем, что у нас счёт-фактура выставляется обязательно на бумажном носителе. И после этого можно нажать «Ики». Начатную форму мы уже смотрели. Далее, в марте этим же числом нам нужно реализовать булочки с повидлом в розницу. Мы с вами будем делать реализацию через автоматизированную торговую точку, то есть с использованием ККМ. Для этого у нас в программе существует отдельный документ «Отчёт о розничных продажах». Заходим сюда, нажимаем «Добавить». Выбираем, что это у нас ККМ. Указываем дату. Выбираем склад, где у нас хранится наша продукция. Выбираем, что это у нас булочки с повидлом. 100 штук. И указываем цену. Обратите внимание, что у нас здесь цена сразу ставится с НДС. То есть если вы зайдёте в «Цены и валюты», то у вас вот здесь вот сразу флажочек стоит, что эта сумма включает НДС. И субконта производства булочек с повидлом. Проводим документ. Смотрим проводки. Здесь у нас идёт списание себестоимости, сразу оприходование выручки в кассу и, соответственно, НДС. И печатная форма здесь у нас одна. Это КМ6, справка, отчёт кассира и операциониста. Больше здесь ничего нет. И вот так вот она выглядит. И последнее, что нам нужно сделать по реализации, это дать выручку от реализации булочек на расчётный счёт. Для этого мы будем использовать расходный кассовый ордер. Несмотря на то, что здесь задействованы 50 и 51 документом в программе по этой операции, будет именно расходный кассовый ордер. Хотя у вас также будет ещё объявление на взнос наличных, которые вы будете в банке заполнять. Переходим на закладку «Касса». Выбираем расходный кассовый ордер. Нажимаем «Добавить». И это у нас будет взнос наличными в банк. Указываем дату, указываем сумму 4000. И здесь нам нужно указать, кому мы будем выдавать. Но мы будем через кассиру вносить, поэтому выберем нашего кассира. И, соответственно, укажем, что это у нас сдача наличного в банк. Ну и если у вас всё правильно заполнено и паспорт указан у сотрудника, естественно, здесь выходит паспорт. Просто у меня по кремовой не заполнен. После этого проводим документ. И смотрим проводки. Вот у нас проводка 5150 на 4000. Ну и печатная форма – это расходный кассовый ордер. Уже знакомая вам. После этого можно нажать «Ок». Вероятно. Хотя мы уже включаем depression. В eve이. Даже я получу показания патрилина. Давайте стемл&м professor. Сп trangсft learning. Нам�. Инстриар. Αнастрига.